Музыка Музыка Всем привет! В этом видео я расскажу о турнире ВКХС 2017 года, как прошел первый и второй тур группового этапа, что нового в кланах, кто выиграет ВКХС 2017. Приступим! Я в начале июня снял ролик, где высказывал свое мнение о том, кто претендует на призовые места на ВКХС 2017 и кто его выиграет. На тот момент было 5 топ кланов и средний на тот момент клан Мед. Многие меня судили за то, что я сказал, что Мед на тот момент слабо играли. У них тогда был слабый состав и они очень редко играли. В августе объявили новое введение в правилах ВКХС, что за один клан могут выступать 8 игроков. Главы топ кланов не знали, кого убирать из состава, так как уже состав из 10 игроков был составлен. У них уже были определены игроки, которые должны войти в эту десятку. Но после нового введения, некоторым игрокам сказали, что они не могут попасть в состав, потому что глава считал, что рейтинг других игроков был выше. После, несколько нормальных игроков остались без клана на ВКХС. Потом еще кинули 2 топ клана в ЧС турнира. Это клан Вар и клан Год. Вот мне было чуть-чуть жалко главу клана Вар Сенатора. 2 года играть, потеть, задротить, тратить деньги и так далее. И в итоге 2 года подряд быть тикетом с турнира. Клан Вар попал в ЧС турнира из-за того, что Сенатор не взял Феба в состав на ВКХС. Феб расстроился и рассказал судьям грязные замысл Сенатора на турнире. Такие, как поставок клана Фу в финале или полуфинале. И то, что игрок клана ФТП Кримсон хотел сыграть за 2 клана. За Вар и ФТП. Это запрещено правилами ВКХС. Но если бы не Феб, то я бы не попал обратно в Фуи. Из клана Год в клан Мед перешли 2 хороших игрока. Это Нобик и Факос. Также в Меды пришел Езон. Из-за того, что 2 топ клана были исключены из турнира, Меды стали претендовать на призовые места. 1 сентября была проведена жеребевка. 8 кланов раскидали по рандому по 8 группам. И так получилось, что клан Фул оказался в A группе, а клан Ферост в B группе. Получается, что когда они и мы выйдем из своих групп, то мы и один из ТФ встретимся в 1-4 или в 1-8. Многие думали, что Фул и один из ТФ взаимуют первое, второе или третье место. А из-за того, что мы встречаемся в 1-4 или в 1-8 с верстами, то тот, кто побеждает, уже 100% занимает второе место. А тот, кто проигрывает, получает сет на выбор или оружие на выбор. Очень обидно будет тому, кто проиграет. Целый год готовиться к ФККС и в итоге получить какой-то сет или оружие на выбор. Как вы знаете, мы раньше играли свою карту Форпост, но потом перестали вообще её играть, из-за потери скилла многих игроков нашего клана на ней и из-за липучек. Липучки убрали и мы решили начать тренить Форпост. Мы расставили игроков по позициям, чуть-чуть потренились и показали хорошую игру на ВККС против кланов РИП и ФКСД. РИПов мы выиграли 85 очков, а ФКСД в 140. В МИДе 2016 году играли свою карту Перестрой, и играли они её очень сильно. В этом году они стали играть карту Урбан. Мы РИПов и ФКСД выиграли 2-0 по картам. 1С выиграли своих противников в группе, МИДе своих оппонентов в своей группе. Во втором туре кланам 1С в фулл и мед дали ТП за баги на Ванчестере. Называется этот баг «Распрыжка». Когда игрок прыгает на дробовике, и одновременно перезаряжается, стали считать за баг. Об этом топ-кланы не знали, и многие игроки, в том числе и я, не считаем это за баг. То есть, вот игрок прыгает с базы красных под банан, и он когда прыгает, нажимает клавишу перезарядки, и появляется ещё патрон. Патрон же неоткуда появился, а игрок просто перезарядил дробовик, когда прыгал туда, куда ему надо. И это суть засчитали за баг, и дали ТП. Раньше багом считали то, что когда игрок куда-то прыгал, и между выстрелами дробовика переключался на биту. Вот это реальный баг. Из-за этого бага не тратились патроны, и не было слышно звуков Ванчестера. Три топ-клана были возмущены новым правилом. Многие привыкли прыгать так, как прыгали. Но в ККС 2016 года, кланы так прыгали, и ничего не говорили. Главы 1СТ, ФТП и ФУ, писали судьям, что ТП за то, что не считается багом, неправильно. Но потом судьи передумали, и убрали ТП у фулов и 1ССшников. Но вместо багов нам дали ТП за видео вулкана, которое снималось 480p, а должно быть 720p. Хотя в правилах сказано, что должно быть не меньше 20 фпс. Про то, что должно быть не меньше 720p, ничего не сказано. Второй тур уже идет больше двух недель. Теперь давайте поговорим про будущую игру клана Фул против Ферс, и про будущую игру клана Мед против ФТП. Игра Фул и Ферс будет в 1-й 4-й или 1-й 8-й. Точно сказать не могу, когда она будет, так как не до конца разобрался, как будут проходить игры после группового этапа. Весной клан Ферс показывал очень сильную игру. Они долго держали первое место в топе мониторинга. Побежали всех. Варов, ФТП, Гот, Мед и Фулов. Но их длительное доминирование над всеми топ-кланами прекратилось в конце июня, когда Фулы отняли у них первое место в топе мониторинга. После, 1С-шники несколько раз пытались снова занять первое место в топе, но у них это не получалось. В основном я буду говорить про карту Рубеж, так как именно на этой карте все решится. В 2015-2016 году на Рубеже победу еще можно было одержать, если все команды удерживают свою базу и всех подстреливать по бокам. В этом году уже так не получится. Обещает тот, кто сильно жмет базу противника в течение всей игры на Рубеже и тот, кто все время одержит центр. Понятное дело, что Фулы заберут свой флорпост, 1С заберут свой ван и будет рубеж. Также и с игрой ФТП и Мед. ФТП выиграет свой ван, Меды выиграет свой ван и будет рубеж. Наш состав на ВККС такой Данилх, Ёжик, Вулкан, Монрох, Дангес, Морозко, Я и спецыгру. На Рубеж был состав такой Монрох, Данилх, Я, Ёжик и Дангес. Морозко должен был играть в форпост, но из-за того, что он налетел в другую страну и на данный момент он без интернета, он не может играть. Потом в августе наш клан покинул Монрох из-за того, что мы за него плохо играем и не показываем ту игру, которую он от нас хочет. Монроха на Рубеже заменил игрок Вулкан, который с недавних пор стал показывать хорошую игру. Летом он мало времени уделял игре, но потом стал задротить и стал показывать крутые результаты. Также он купил себе крутую мышку, с которой стал еще сильнее играть. Недавно меня порадовал Ёжик, который вернул себе свой скилл. В августе вообще почти не играл. В сентябре начал играть и стал показывать очень офигенную игру. Данил Хэйдангес как играли раньше хорошо, так и сейчас хорошо играют. Мы бывает часто, бывает редко, собираемся почти каждый вечер и играем 3 на 3, 4 на 4, 5 на 5. Смотря сколько людей в онлайне. Кстати, многие меня спрашивают, как попасть в клан Фул. Так вот, чтобы попасть в клан Фул, надо убить проверяющего всего 10 раз. Если убиваете 9 или 8 раз, то проводится переигровка, но только одна. Проверяющих клана Фул вы можете найти в самой группе клана Фул. Пишите проверяющему вконтакте. Как вступить в клан, он вам все расскажет. Готовимся потихоньку к игре против 1СТ. 1СТ играют чуть-чуть реже, чем мы. Их состав на ККС такой. Ант, Бармиса, Джилус, Фосиаквес, Скиллос, Маньяк, Фойес, Фо Хэй, как-то так, и Сквизи. У них состав на рубеж такой. Маньяк, Джилус, Ант, Сквизи и Фойес, Фо Хэй. Вроде так правильно произносится его ник. Из этих 5 игроков, я могу выделить 3-их, которые играют сильно, как по мне. Это Ант, который в 2015 играл в АКК за клану ФТП и занял первое место. Маньяк и Джилус. Ант обладает хорошей стрельбой со снайперки, и хорошо доигрывает позицию на рубеже от базы. Маньяк хитрый, хороший игрок. Хорошо играет со снайпы и автомата. Джилус для меня самый сильный игрок в 1СТ. Так как он стреляет с автомата очень сильно, и также неплохо попадает со снайперки. Он отлично зажимает базу противников, и многие могут его перестрелять. Фойес, Фо Хэй и Сквизи также неплохие игроки, которые хорошо играют и со снайперки, и с автомата. Ну конечно, я считаю, что мы фулы, одолеем 1СТ, но не обещаю. Клану Ферст я желаю удачи. Теперь давайте обсудим игру Мет и ФТП в полуфинале. Победитель проходит до финал, где сражается за первое место. Проигравший забирает третье место. Клан ФТП легендарный клан, который два года подряд занимал первое место на ВКС с 14-го и 15-го года, а в 16-м взял второе место. Их состав на ВКС такой. Пандочка, Инфомаус, Плеер, ЗНАД, Андроид, Вейрд, Ховард и Эппл Зигзаг. Основа такая. Инфомаус, Плеер, Ховард, ЗНАД и Андроид, если не ошибаюсь. Вообще должен был пойти Кримсон вместо Ховарда, но из-за того, что Кримсон хотел сидеться на двух стульях, был недопущен к турниру. Сначала на место Кримсона поставили Флека, а потом поставили Ховарда. Из этой пятерки мне нравится игра двух игроков. Это Инфомаус и Плеер, которые как и в прошлом году, так и в этом показывают лучшую игру в своем клане. Они хорошо рашут, оба обладают хорошей стрельбой с автомата и снайперской винтовки. Также неплохо играет Ховард. ЗНАД и Андроид старые игроки, которые по моему мнению слабо играют. ФТП сейчас очень редко играют, лучше бы они сейчас часто играли, так как на их пути стоит неслабый противник клан Мед. Клан Мед, клан, который по мнению многих, должен был на ВКС 2016 года отдалить клан ФТП в полуфинале и забрать хотя бы второе место. Так же и приключилось в этом году. ФТП встретится в полуфинале с Мед. Я думаю, Меды не допустят тех ошибок, которые допустили в 2016 году. Меды выиграли Динстей в 1-4, но из-за несоблюдения правил, победу Медов не засчитали. Должна была быть переигровка, но из-за того, что глава Медов не согласился на требования судей, в Клан Мед получил ТП на ВКС 2016. У Медов составчик на ВКС такой In the Dark, Highdown, Stella, Nubik, First of the Me, Охотник, Price и Fakus. Fakus это Лимик, который был в EXO 2016 году на ВКС. Price это Шок, который отыграл прошлый ВКС за Мед. Stella это Е-Zone, который также, как и Шок, играл ВКС 2016 за Мед. Недавно Шок откинули в ЧС в ВКС. Их основа на рубеж такая. In the Dark, Nubik, Fakus, Stella и Highdown. Все они хорошо играют. Fakus и Nubik обладают хорошей стрельбой с автомата. Nubik неплохо удерживает центр, а Fakus хорошо зажимает. In the Dark хорошо стреляет со снайперки, и нормально с автомата. Stella со всего хорошо играет. Highdown тоже неплохой игрок. Я считаю, что Меды смогут удалить ФТП в полуфинале, так как у Медов более сильные игроки. Они, как по мне, стреляются лучше, чем у ФТПшники. Лично мое мнение. Могу и ошибаться. У нас в 1СТ шансы, как по мне, равны. 50 на 50. А вот про игру ФТП и Мед, я считаю, что у Медов шансов больше на победу, чем у ФТП. Лично мое мнение. Но все, что я хотел, рассказал. Высказывал свое мнение, кто победит в схватке в фулл ВСА 1СТ и Мед в ВСА ФТП. Фанам 1СТ, ФТП и Мед желаю удачи. Ну а с вами был я, Оптимист. Подпишитесь обязательно на мой канал, на мою группу и на канал Данка. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok